Всем привет! Это нецензурные новости. Коротко и ясно обо всем самом важном в стране и мире. Известный ютубер стал пиарщиком и адвокатом Путина. А большой начальник на оккупированной украинской территории оказался чем-то средним между Брэвиком и Шариковым. Моргенштерн собирается в Америку и может оттуда не вернуться. Отличное решение, когда ты что-то среднее между Лепсом и Фейсом. Власти всерьез опасаются побега Навального из тюрьмы. Америка заставит Сбербанк заплатить за все грехи Путина. Это, кстати, наш эксклюзив. Мир угорает над Трампом и осамой Бен Путином. А Ургант назвал говно говном. Мы расходимся по своим углам и начинаем. А вы не вдумайте переключаться. Итак, это нецензурные новости. Ну, не в смысле, что мы говорим четырехэтажным матом. Ну да, у нас бывает иногда одноэтажный, когда без него совсем уж никак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну да, в таких случаях не скажешь. Боже мой, как это прискорбно, когда все бабки направили на невойну или украли. А вот этот дом в Омске рухнул пару дней назад, не дождавшись капремонта. Ага, потому что это не боже мой, это... Господин режиссер, а мат обязательно вот закрякивать так? Обязательно, чудила! Иначе на Ютубе тебя увидят полтора человека! Ну да. Понятно. Вот об особенностях работы Ютуба с независимыми и прокремлевскими блогерами мы, кстати, сегодня тоже поговорим чуть позже. Ну, вы уже поняли, что мы нецензурные, потому что это одна из последних русскоязычных программ, в которой нет никакой цензуры. Вообще никакой. Только тру. Обо всем, что вам интересно. Навальный скоро выроет подкоп и сбежит из тюраги. Нет, я не сошла с ума. Это реальный доклад тюремщиков куда-то наверх. Ну да, мы живо представляем себе, как Алексей Анатольевич такой украл в столовую ложку и роет по ночам туннель. Ну, он же всегда так делает. А на том конце уже его ждет Юлия Навальная такая в латексе вся, на Харлее. Ну, если пораскинуть мозгами, то все просто. Вот мы все дружно здесь поржали над докладом про склонного к побегу Навального, который вообще-то вернулся в Россию, зная, что его посадят. И сознательно решил бросить вот такой вот вызов системе. А в СИН тем временем уже получил бабло на установку под землей анти-навальновских анти-подкопов. Наши чиновники – это талантливые сука-люди. Реально великие комбинаторы. 500 рублей могут спасти гигантам мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гигантам мысли. Я думаю, торг здесь неуместен. Ну, вы поняли, да? Наплели что-то о склонности к побегу Навального, получили энное количество миллионов профит? И это не мое предположение. Наши коллеги из канала «Можем объяснить» раздобыли где-то госконтракт, где все вот это вот написано черным по белому. Ну и, естественно, бабки можно осваивать как хочешь. Хоть все их сыпай тупо себе в карман. Понятно же, что бежать в Навальный никуда не собирается. А между тем в сети появилось видео из презентации в СИНа, где они показывали варианты возможного побега Навального из тюрьмы. Убедительно доказывая, что таковой вполне возможен. Это, конечно, аллегория. Но тем самым мы как бы намекаем вам примерно вот такую глубину аргументации стражей темницы нашего главного оппозиционера. И ведь сработало, черт возьми, Навальный под темью замками средства на восьмой замок удачно освоены. Вообще у меня такое ощущение, что рашен-чиновники осваивают средства или средства, как они сами говорят, как в последний раз. Типа, вот эти распилим сейчас, а дальше все, трава не расти. То ли чувствуют, что скоро будет ядерная война и надо успеть в последний раз отжечь на крыше Московского Сити, то ли ждут прихода новой американо-украинской администрации и понимают, что все они присядут в камеру, как раз для них освобожденную Навальным. Не знаю, ну как вот еще объяснить, например, вот эту дорогу в Архангельске, которую совсем недавно как бы починили за 16 миллионов рублей. Но сейчас в ямах на ней может запросто поместиться местный активист среднего роста. Архангельск вообще знаменит адическими факапами чиновников. Например, тут сделали красивые качели, но чтоб народ их не сломал, невзначай, их приварили к асфальту цепью. А вот так тут надежно починили трубы в точном соответствии со стратегией русских пингвинов из Мадагаскара. Крякнем, плюнем и надежно склеим скотч. Это все заметят только в одном городе. Мы заглянули в твиттер активиста, который сфоткался в этой дыре. Стойте, я, кажется, поняла. Товарищи чиновники, вы не теряйтесь. Это же и есть тот самый подкоп Навального. Валите все на него. Это он прорыл, а вылезти не смог. Только благодаря героически построенным вами антиподкопам. Все, дело раскрыто. Не благодарите. И завершая тему подкопов и провалов. Лютое кино и немцы в Италии. Там грабители рыли подкоп из снятого рядом помещения в банк. И были близки к успеху. Спасатели в Риме вытаскивают из самодельного туннеля мужчину, который оказался под землей на глубине 6 метров. Несчастный случай и, как результат, неудавшееся ограбление. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фортануло. Да уж, вот где не фортануло, так не фортануло. Чувак уже лез в сторону банка, но задал Винни-Пуха. То есть тупо застрял в своем же тоннеле. Испугался, начал орать. Итальянские МЧСники услышали, пришли на помощь. Конечно же, всем было понятно, откуда, куда и зачем лез этот Винни-Пух. Прямо оттуда его с подельниками и отвезли на нары. И мы ведь с вами понимаем, да, как эти парни попытаются убежать из тюрьмы. Больше не бегает от вопросов о войне любимец России Иван Ургант. Некоторое время он тихо посидел в Израиле, возможно, даже планируя вернуться на первый канал с новым шоу. Но, видимо, понял, что сейчас между струйками не очень-то получится. И, наконец-то, назвал говно говном. Пару недель назад в Рашен-Госдуре, вы не ослышались, объявили о создании грозной комиссии, которая начала гонять российских звезд за неподдержку путинских невоин. Депутаты горестно посчитали, что их с двух тысяч звезд пресловутую спецоперацию поддержали только 200. Ну и начали строчить доносы. Комиссия придумала себе красивую аббревиатуру «ГРАД». Типа группа по расследованию чего-то там поэтично так. Главный там писатель Ватник Прилепин. А Ургант, не без изящества, предложил переименовать комиссию в группу обнаружения врагов нашего общества. Аббревиатура на экране. Но вряд ли такого Урганта путинцы будут долго терпеть в своем королевстве кривых зеркал. Вообще, наших звезд хорошо изобразил когда-то художник Воснецов. Вот смотрите. Мы, правда, немного доработали картину, поскольку Воснецов изобразил звезд того времени. Но суть не меняется. Посмотрите. Кто-то хочет свалить, кто-то готов в драку, а кто-то просто тупо делает, что царь приказал. Иван молодец. Жалко, что он пока исключение исправил. Звезды в основном предпочитают отмалчиваться. Происходящее явно многим не нравится. Но задать Галкина, заделаться инагентом, мало кто готов. Летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья. Погибает трехмесячный ребенок. А мы чего там делаем? Не знаю, как вам, а мне кажется, как ни странно, да и по себе знаю, что Максиму сейчас живется легче и проще тем, кто прячется и помалкивает. Да, Путин завел на него уголовку, объявил иноагентом. Нет огромных ранее доходов в России. Но на концертиках в городах Израиля, Латвии и других стран, где его знают, хотя он сам, может, и не догадывался раньше о существовании вот этих вот городков, он все равно там Аллу Борисовну и своих чудесных пупсов прокормит. И на душе у него точно лучше, чем у молчунов. И точно намного лучше, чем у самопровозглашенного короля российской попсы Киркорова, который поначалу защищал Галкина и спорил в инсте с Симонян. Но затем, видимо, что-то случилось. Слышь, ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину. Доподлинно неизвестно, так ли говорили с Бедросычем, но после пары новостей о его возможных проблемах с властью, Филипп Соловьем, или даже Соловьевым, запел о поддержке царя-батюшки. Начал выступать для раненых и приглашать на концерты российских военных. А вот это чертовски умно, а? Кто отменит концерт, на который есть пригласы у пары генералов с женами? Но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых, наших военных. По мнению многих, у Киркорова потерли кое-что в этом видосе. Там вроде как было вот это справа. Я приглашаю на свои концерты раненых, наших военных. Ну, это хоть как-то могло бы объяснить такое мерзотное переобувание Бедросыча. Амергенштерн, как известно, собирается в большое осеннее турне по Америке. И, кстати, из этого турне он может и не вернуться. Ну, поживем-увидим, я не уверена. В Штатах его, конечно, любят. Вот мне подруга из Нью-Йорка присылала из модного бара видео, где местный молодежь жжет по трек Алишера. Действительно, многие сейчас предполагают, что он запросто может делать карьеру именно в Штатах. Кремлевские искусители его так и не уговорили, как говорит молодежь в таких случаях, продать жопу и вернуться в Россию, потому что это слишком стрёмно. Но Амергенштерн не готов, и как Ваня Фейс, наматывать круги по Европе с антивоенными концертами. Гражданское самосознание проснулось в Моргене однажды, когда он записал антивоенный дрилл 12. Большие дяди отправят на бой, но дядям всегда было... Пусть с нами успех, но мы забудем о всём, что у нас есть, когда подойдёт смерть. Но с тех пор гражданин в нём снова мирно спит. На его медиаресурсах рассказывают о жизни звёзд, о геймерах, крипте и прочем позитивчике. Никакой политики там больше нет. Его гражданское сознание снова крепко спит, потому что Амергенштерн вовсе не гражданин ни России, ни Украины, ни мира. Он эдакий президент самопровозглашённой страны своих подписчиков. Это, кстати, не маленькая страна. Это страна, которая в разы больше, чем чудесная Литва, например, где мы сейчас живём. Как все центиниалы, Амергенштерн — нигилист и циник. Для него не существует авторитетов. Он не будет работать на Путин, но и Байден, и Зеленский ему точно так же чужды. Молодёжь, как и её главный кумир, вообще не верят нынешним элитам и не безосновательно. Но сам он при этом не политик и таковым быть не хочет. Он артист, он шоумен. И он чахнет без концертов, а в Америке гигантский рынок, на котором ему точно найдётся его плодотворная доля. Ростислав скромно умалчивает, что именно его, ну, вместе со мной, подозревали в том, что мы — те самые загадочные друзья, которые затащили его в политический блудняк, уговорили топить против войны и делать такие злые общественно-политические СМИ. Ну, никакой скромности во мне, как ты знаешь, никогда не было и нет. Но надо честно признать, что друзей у Алишера тоже нету. И нет никого, кто мог бы на него повлиять, потому что он опирается только и исключительно на собственное мнение. Эго у него, как у любой, порядочной звезды размером с туманность Андромеды. Человеческое в нём иногда просыпается, и тогда он начинает много общаться с мамой, начинает ездить к друзьям, которых в обычное время нет, пишет трек «12», может даже жениться. Но всё это ненадолго, потому что всё это мешает его карьере и набору подписот. Ведь он пока не понял, что это не главное. Так что спасибо большое бывшим коллегам из Общественной палаты России за мою демонизацию. Но свои СМИ Алишер делал и делает сам. А мы сами делаем вот эти вот нецензурные новости. Ну давай всё же добавим, что он действительно не чужой человек нам, и мы ему желаем только удачи. Добавляем. Он нам точно не чужой. Удачи, Алишер. Из жизни президентов, ну и экс-президентов тоже, у Дональда Трампа, как известно, на прошлой неделе прошли обыски. И вот выясняется, что ФБРовцы реально нашли там то, о чём все говорили давно. Секретные документы, которые муж Милани на кой-то хер унёс домой. Причём говорят об этом реально давно уже, пару лет, наверное. Но у экс-презика почему-то не хватило ума перепрятать этот опасный став, за который его сейчас могут надолго посадить в тюрьму. Я вообще понимаю теперь американцев, у которых нет ни кванта, сочувствия к своему бывшему лидеру. Вот такие мемасики сейчас ходят по школьным чатикам на Западе. Кто не понял, перевожу. Во время обыска ФБР в поместье Трампа была полностью уничтожена его библиотека. Печально, но обе книги не подлежат восстановлению. А ведь одну из них он даже не успел раскрасить. Владимир Зеленский слегка переобулся по поводу своего же заявления о том, что никаким россиянам нельзя больше давать шенгенские визы. А у кого такие уже есть, всех надо выдворить из Европы обратно в Россию. Это заявление было громким, особенно для десятков или даже сотен тысяч уехавших из страны россиян, называющих войну войной, а Путина агрессором. Всех таковых, как известно, на родине ждёт как минимум тюрьма. И у всех таких россиян после этого заявления, мягко говоря, опустились руки. Ведь они не считают себя врагами Украины и её руководителей. А тут Зеленский зачем-то ну прямо заставляет их, ну то есть нас, себя ненавидеть. Возникло нехорошее ощущение, что Зеленскому поддержка никаких вообще россиян не нужна. А нужна почему-то вот вечная война и ненависть всех украинцев ко всем россиянам и наоборот. Но, к счастью, это предположение оказалось неправильным. Президент Украины одумался. Надо отримать допомогу цивилизованного света. Это известные юридические механизмы через беженство, через прошение про притулок, через другие возможности допомогти и поддерживать. Но это для тех, кто борется, для тех, кого переследуют. И это не имеет статус, чтобы отмечать граждан России в Европе, туризм, разваги, бизнес-справы. Правда, надо разобраться, что именно надо сделать, чтобы, по мнению Зеленского, стать теми, кто имеет право не возвращаться в страну, в которую он возвращаться и так не хотел. Так или иначе, хорошо, что украинский лидер признал, что есть россияне, с которыми не надо бороться, которые, если атакуют кого, так это своих агрессивных соплеменников. А европейские политики, думаю, разберутся, как отличить ватника, которых я и сама здесь видеть бы не хотела, от нормального человека. Латвия признала Россию государством, поддерживающим терроризм. И буквально на днях американский Газдеп должен будет дать ответ на резолюцию американского же Сената, призывающего США также признать Россию страной-террористкой. По миру уже полетели вот такие вот мемасики про Осаму Бен Путина. Ну что тут скажешь? Какой привет? Такой ответ. В мире у Путина с пиаром все хуже и хуже. Но в России, похоже, скоро закончатся последние ручейки объективной информации. И ладно, когда ушата дерьма заливает в головы Соловьева, Киселева, Симоняна. Это даже в какой-то степени честно. Типа, Путин гений, Зеленский гад. Понеслась. Но есть гораздо более подлая и эффективная обработка тех россиян, кто пока еще сомневается в величии Путина. Есть, например, такой блогер Стас Васильев с каналом Ай, как просто, где ему внемлют под полтора миллиона подписчиков. В начале своей карьеры Стас выглядел как такой Ютуб Робин Гуд. Позиция «Я один против всех» приносила свои плоды. Молодежь любит таких правдорубов. Стас не жалел никого, кто был им заподозрен в минимальном сотрудничестве с властью. Таковых он, кстати, часто не по делу, жестко клеймил позором. Может, потому что тебе доплачивали за каждое упоминание выборов, а ты жадная сука? Нет, Алишер, честно, нет. И факт в том, что ты все перепутал. Предвыборный клип Моргенштерна вышел раньше, в декабре 17-го года, когда и началась одна из первых волн предвыборной агитации. Моргенштерн, как и Фейс, сотрудничает с местной властью. Как минимум, получает от нее, может быть, и не деньги, но всякие преференции в виде помощи в организации концертов и фестивалей. Подписота росла, отчисления из Ютуба тоже. Но в последнее время риторика его вдруг начала меняться. Посмотрите, человек говорит, что критикует Путина. И вроде правда критикует, но за то, что Путин... Запустите барабанную дробь. За то, что Путин либерал. Понятно все, да? Путин либерал. Ну да, тогда я королева эльфов. Из выпуска в выпуск Стас Васильев пропихивает нехитрые тезисы о том, что Путин еще нормальный. Ну просто интересы страны вот надо защищать. А Байден, это же ужас, а украинцы, ну вот они что-то неправы. Зеленский, ну камон, посмотрите правде в глаза. И так далее, и тому подобное. Все так невзначай, так аккуратненько, вплетая нужную риторику о независимости, честности, неподкупности и своей нелюбви к чиновникам. Посмотрели? Слушайте, Путин это не самый худший вариант. Конечно, Зеленский там кричит о том, что вы поддерживаете террористов, деньги, которые вы платите России за эти ресурсы, потом пойдут на убийство граждан Украины. Но никого это не волнует, потому что ваша идеология, она яйца выйденного не стоит. Как и любая идеология. Запомните, твари. И к сожалению, при том, что мне бы хотелось в Путине видеть какого-то жесткого такого чувака, Путин не исключение. Это 30 лет такой либерализации экономики. Это мы с отвращением насобирали всего лишь из одного выпуска Стаса. А у него в каждой программе ушаты вот такого вот дерьма. В общем, граждане, будьте аккуратны. Не подцепите ненароком вирус путинофилии от этого бывшего правдоруба, грехопадение которого выглядело, думаю, примерно вот так. Странно при этом, что этот толстячок не испытывает, похоже, ни малейшего стыда. Его самовлюбленность безгранична. И в каждом выпуске он почти в каждом абзаце рассказывает о своем возлюбленном, о себе. А если вдруг вам нравится эта моська и тот контент, который эта моська для вас делает... Злые языки. Обязательно тут напомню тебе, Ростислав, что Стас много раз рассказывал своей миллионной аудитории и о тебе. Помнишь? Рассказывали о том, что у тебя самого как бы рыло в пуху, у тебя же были многочисленные клиенты, не последние люди в российской политике. Чтобы понимать, все фестивали, пропаганда, образы главы республики, пропаганда политики, власти. Это его прерогатива и еще одной дамы, но это сейчас не имеет значения. Однако Мурзагулов такой же человек из той же власти, который целиком находится в ней и решает вопросы. Мурзагулов, который занимался самыми жесткими проектами, который прям политтехнолог, который на подсосе у власти, пока эта власть его сейчас не отстранила от себя за то, что он плохо работал. Ну и что ты имеешь сказать за это, Ростислав? Да, мне всю жизнь предстоит отмаливать свои грехи, потому что я действительно некоторое время участвовал в становлении и укреплении этой власти, которая в итоге обезумела и превратилась в монстра. Я успокаивал тогда тем себя, что я такой мистер Питкин в тылу врага и пытаюсь сделать хорошие людям. Кого-то вытащил из тюрьмы, для кого-то построил дорогу, о которой мечтали 20 лет и не за миллиард, как 20 лет планировали мои предшественники, а почти бесплатно для города, где работал. Есть много дел, за которые мне не стыдно, а наоборот. Но на мне, безусловно, есть часть вины за то, что эта власть стала всевластной. А вот на тебе, Стас, есть кое-что похуже. На тебе есть вина, которую я делить с этой властью не стал бы ни при каких обстоятельствах. Просто потому, что воспитан так, что нельзя участвовать в массовом убийстве ни в чем не виноватых людей. На территории Украины погибли с 24 февраля десятки тысяч людей. Оценки разные, но погибших там точно десятки тысяч. И ты соучастник этих массовых убийств, Стас. Ты стал им, когда ты впервые взял бабло от своих кураторов со старой площади. Ты соучастник, в том числе, убийства вот этой маленькой девочки, которую через час после съемки этого видео разорвала в клочьях российская ракета. Ты соучастник убийств в Буче, когда какие-то отморозки по какому-то недоразумению, считающиеся моими земляками, убивали вот этих мирных граждан выстрелами в затылок. Ты соучастник многочисленных подобных преступлений, Стас. И если кто-то из вас, уважаемые зрители, подписан до сих пор на этого пропагандиста, отпишитесь, не засоряйте себе мозги. Ты, Стас, конечно же, уже сейчас начал продумывать, как ты замочишь меня на своем канале, но мне не страшно, потому что я жил открыто. И да, кто-то на меня смотрит косо, в том числе здесь, в Вильнюсе, за какие-то мои прежние дела. О некоторых мне и самому вспоминать не очень хочется. Но я точно не соучастник массовых убийств, как ты. А тебе, похоже, уже не избежать ответственности за то, что ты наворотил. Потому что статьи во всех УК мира за соучастие никогда никто не отменял. А те самые твои кураторы через пару лет в Гааге с большим удовольствием расскажут суду, надеясь на смягчение приговора, обо всех своих подельниках, включая тебя. Кто-то, увидев нашу нарезку из подлинного провластного пиара Стаса, скажет, что камон, люди не могут не видеть, что ими манипулируют. Но на это я могу ответить вот таким вот свеженьким интервью рядового молодого россиянина. Как думаешь, в чем причина конфликта России и Украины? Потому что не того президента посадили в Украине. КВНщика. Я считаю так, что он неправильно все делает. А были другие кандидатуры на пост президента? Я бы старого ставил, который был. А кто был? Лукашенко. И ты считаешь, что у Лукашенко, как президента Украины, была правильная политика? По крайней мере, до этого войн с ним не было. Народ у нас к пиару даже такому неуклюжему, как у Стаса, совершенно не резистентен. Потому мы решили, что обязательно будем выявлять таких вот пропагандистов, тихушников и в следующих выпусках. А еще мы будем время от времени нежно спрашивать восхитительную компанию Google. Почему вы часто баните невинных начинающих блогеров за любое упоминание российской власти в негативном контексте? А человек, который прославляет Путина вместе с его агрессией и роняет, как говаривал один уфимский рэпер Запад, регулярно, почти без ограничений, заливает свое дерьмо прямиком в уши россиянам. Такая стратегия — это же не часть вашей сделки по сохранению бизнеса в России, правда? Так ведь не может быть. Видимо, это просто чей-то недогляд, правда? Понимания русского языка, видимо, менеджерам не хватило, так? Ну так воспользуйтесь нашим пониманием. Совершенно free of charge, как говорится. Россия начала хозяйничать на оккупированных территориях. Расставлены какие-никакие руководители, ведутся какие-никакие восстановительные работы. Правда, уже появились обращения к Путину от работяг, которых на завоеванных территориях поюзали как бесплатную рабсилу и тупо кинули на деньги. Принимая решение приехать на восстановление Луганской народной республики, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Глядя на начальничков оккупированных территорий, такому кидалову лично я вовсе не удивляюсь. Посмотрите, как общается с жителями типа вице-губернатор Херсонской области, ну, точнее, замглавы оккупационной администрации по фамилии Стрима Урсов. Не классика, это жизнь. Мы с вами, как ни странно, промежуток или промежность, если угодно, да? Я, может быть, не для камер, но, как говорил один классик в своей песне, в шансоне «Опа, опа», с чем-то срослась опа. Этого, говорит, не может быть. Промежуток должен быть. Что он этим хотел сказать? Даже разбираться неохота. Для него классик это имбецильные песни дворовой гопоты. Вообще, Стрима Усов персонаж довольно стрёмный. Вот как он разговаривает с оппонентами в свою бытность простым русским нацистам. Вставай! Я же вам говорил. Ну, а вот наш вице-губернатор кидает зигу и даёт старт нацистскому мероприятию. Здоровый теле! Здоровый дух! Здоровый теле! Здоровый дух! Да. Достойный представитель великой стороны освободительницы. Или, как сам Старима Усов в городе себя называет, надёжная промежность России. А я от себя ещё добавлю, что он ещё и верный последователь идей полиграфа Полиграфовича Шарикова. Я, Филипп Филиппович, на должность поступил. Вчера котов душили-душили. 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 Слушай, я вот смотрю на этих быдлогубернаторов и думаю, а чё, вот они же собираются из Северной Кореи завозить работников, которые плитку в два раза лучше россиян кладут. А может, пусть бы и вице-губернаторов оттуда завезли. Там быдлонов таких вообще нету, судя по картинке. Смотри, какие зайчики. Рыдают всем залом, когда узнали, что во время коронавируса у вождя пропало обоняние. Не, не, вот знаешь, когда я этот видос смотрел, я совсем о другом думал. Вот смотри, сестра Ким Чен Ына жалобно пищит про тяготы, перенесенные братом. Все начинают рыдать. Но посмотрите вот на этого мужика. Смотрите, он просто орет на свою слезу. Выходи, сука. Он напряжен, как штангист, который 300 кило пытается поднять. А она, сука, не выходит. И вот в этом вся суть таких режимов. В какой-то момент слезы выходить перестают. А потом появляются совсем другие эмоции. Тут-то все и заканчивается. Нет, дайте, я объясню. Нет, вы не поняли. Нет, я не думал. Нет, нет, померьте, я права же. Я прямо представляю, как этот кореец с невыходящей слезой через пару лет просто перегрызает глотку Ким Чен Ыну. Ну или могу представить, как какой-нибудь ватник прилепен условно, перегрызает горло. Ну вы поняли, да, кому? В России ведь тоже все потихоньку перестают уже рыдать от умерения нашим Ким Чен Ынам, а хлопают скорее по инерции. Ну да, эмоции россиян сейчас скорее передает вот этот свеженький мемас с котиком. А вот наши чиновники не сдаются. Так сказать, ученые из Сколково освоили Сиксельярд и с помпой представили революционную, как они сказали, разработку под названием Репка, которая в реальности оказалась китайским компом, свободно продающимся на Алиэкспрессе, и которому тупо переклеили шильдик. Так, и чего? Да ничего. Хозяин фирмы разработчика этой репки выходят, видимо, откуда надо, возглавляющий ООО содействия правоохранительным органам. Все уже сказали, что вовсе это не на Алике купили, что производительность у репки типа выше аж на пару процентов, типа кто-то это замерял. В общем, как всегда, бабки за репку получил детка с лубянки, а внучки, собачки и прочие низшие звенья цепи, как обычно, сосут лапу. В общем, Сколково оказалось таким очень дорогим курьером с Алиэкспресса. Другой звонкий российский колосс на глиняных ножках Сбербанк, похоже, будет назначен американцами козлом и коровой. Отпущение и дойной, соответственно. А ты не мог бы плиз говорить понятно? А, ну окей, попробуем так. Сбербанк, короче, станет терпилой. Так лучше? На банк всегда подавали в американский суд все, кому не лень, а точнее все, кто по каким-то причинам не смогли судиться со Сбером в России. Ведь раньше, когда между странами существовали какие-то более-менее нормальные отношения, а стороны придерживались более-менее каких-то приличий, суды моментально разворачивали всех вот таких жалобщиков. Однако с обострением российско-украинского конфликта все изменилось. Сначала все очень удивились, когда суд вдруг принял к рассмотрению удивительный иск от родителей американского парня, который погиб в малазийском Боинге, который сбили бравые ДНР-овцы во главе с легендарным, как говорит Стас Белковский, Игорем Гиркиным. Кстати, задержанным на днях, но за другое. Когда суд принял иск по этому поводу к Сберу, как говорится, даже видавшие виды юристы офигели. Понятно, что родителям нужно было судиться с кем-то, кто юридически присутствует в Штатах и держит там деньги. Но это было более чем натянуто. Типа, мы требуем 150 миллионов баксов со Сбера, потому что он типа работал на территории ДНР, там возникла прибыль, которая была направлена на покупку зенитного комплекса, которым был сбит малазийский Боинг. Звучит как бред, да? И все были уверены, что суд в иске откажет. Но он мало того, что не отказал. Там начались совсем интересные дела. От Сбера и других российских подсудимых один за другим начали отказываться все адвокаты, которым, видимо, объяснили, что защищать врагов Америки негоже. Сначала отвалились большие фирмы, потом маленькие, потом вообще все, у кого есть корочка лойера. И вот, на недавнем заседании, как нам рассказали друзья нью-йоркские юристы, судья объявил страшный для Сбера термин Default of Judgment. Смысл в том, что если подсудимого отказываются защищать все адвокаты, то суд проводит процесс в упрощенной форме и решает все в одностороннем порядке, не принимая возражений обвиняемой стороны. То есть Сбер уже с вероятностью в 99,9 в периоде процентов попал на дикое бабло. А как только случится этот первый прецедент, там уже очередь в Штатах стоит из тех, кто хочет засудить Сбер. И ладно, если бы это все была родня пассажиров малайзийского Боинга, там вообще все, кого когда-то кинул сильно или не очень, господин Греф. А при облике либерала у него таких визави целая армия. Соответственно, уже поданы иски на миллиарды баксов и после первого решения полетят все остальные. А денежки Сбера готовенькие, лежат замороженные из-за... понятно чего? В Америке же забирай, кто хочешь, после решения суда, понимаете? Так что можно только гадать, скольких миллиардов или даже десятков миллиардов лишится вскоре Госбанк. Кстати, вы все еще сидите в акте Сбера, Ульяна Юрьевна? Нет, Рисуслав Равкатович, я в ипотеке сижу, не в Сбере. Ну, что мы все о российских проблемах? В Европе тоже все очень плохо. Вот заголовок из Блумберга. Французы адаптируются к жизни без горчицы. И не надо сразу угорать. Что за хрень? Нам бы их проблемы. Французы вообще не могут жить без горчицы. Половина их коронных блюд без нее потеряет фирменный вкус. Причина не украинские события, кстати, а не урожай в странах, где растут основные компоненты для этого продукта. Ну, представьте себе, что в России пропал мазик, например. Ну, вот и раз оливье без мазика и хот-дог. И все вообще. Давайте посочувствуем французам. Будьте людьми. Ну, даже думаешь перед поездкой на американских горках, кстати, в Европе их русскими горками называют, а вдруг авария. И в немецком, что там случилось у них? Это же Германия, там Орднунг. Лего Лэнди сталкиваются два роллеркостера. Вот вы видите здесь, как спасатели извлекают людей. Слава Богу, никто не погиб. 30 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Но радует, что все-таки есть и предусмотрено, что эти неисправности могут случаться и паровозики не летят черт знает куда сразу кубарем вниз. Живучесть, как говорят им честники, такая-то все-таки имеется. А вот у одного канадского дядьки было очень много жизнелюбия. Ему было 67 и он умирал от рака. В какой-то момент он понял, что остались дни и скоро будет прощание с ним. И сказал родным, что точно не пропустят это мероприятие. Он организовал и провел свои поминки сам, со всеми пообщался, посмеялся и попрощался. А через два дня Рон Рейдер умер. Рон, красава. Думаю, и тебе там так полегче, ведь есть же что-то там. Ну и твоей родне, конечно, так было намного легче пережить твой уход. Респект. Ну и чтобы не прощаться с вами на такой грустной, хоть и светлой ноте, расскажу вам напоследок интересную историю про медведя. Короче, в Турции молодая медведица налакалась галлюциногеновый меда. У пчел получается прямо вот наркота, если они соберут нектар с одного редкого рода дендрона. Мишка вела себя непотребно, крушила все, ломала, валялась, но люди вовремя сообразили, что обижаться на нее не надо, а надо тащить к врачам, которые в итоге с трудом спасли зверя от передоза и скоро выпустят его обратно в лес. Этот наркотический мед, кстати, описывали еще греки за полтысячи лет до нашей эры, когда этот медок свалил целую роту солдат. В общем, детвора, дури даже медведя убивают, так что даже не думайте об этом, ок? Это были нецензурные новости. Мы хотели бы знать, нравится ли вам вот такой наш формат или надо что-то изменить. Пожалуйста, заходите на наш телеграм-канал, где мы запилили опрос на эту тему. Ну и не забудьте подписаться, там много чего нового и интересного. Ну и не забудьте подписаться и на наш ютуб-канал Открытые медиа, если вы еще не подписаны. Но вдруг случайно сюда зашли, кто что знает. Я вообще сюда случайно зашел. Слушай, у нас тут вообще не лишка этих мемчиков. Тут все-таки серьезный канал, а не как у нас раньше. А на этот твой вопрос лучше всего ответить вот этим мемом. Мы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь. Ну а если вам все-таки кажется, что мемов у нас слишком много, напишите об этом в комментах. Ну и по опыту, конечно, мы знаем, что сейчас вы начнете требовать инсту ведущих, особенно ведущей. Так что, если что, вот эти адреса. Всем пока. Всем доброго. Увидимся здесь же ровно через неделю. Все, по песку. Имеем прав. Секунду. Алло. О, Юра. Слушай, знаешь, что? Интервью. Вот надо было раньше предлагать интервью, когда вы обсирали меня с этим твоим кривлевским другом Стасом. Понял? Ну, может быть. Попозже. Вообще, это некогда мне. Мы тут с Нойземси в караоке идем. Это не Барселоны, в вашей деревне. У нас тут караоке есть. Три. Все. Целую крепко. Ваша репка. Чего я не согласился-то? Репка. Репка.